Приветствую вас. Сейчас расскажу вам об актрисе Дарьи Якомасовой. Главный приз 77-го Каннского фестиваля завоевал фильм американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Главные роли в нем исполнили российские артисты Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Якомасова. Именно благодаря их актерскому мастерству картина получила золотую пальмовую ветвь и вошла в историю мирового кинематографа. Но если Борисов, Эйдельштейн и Серебряков практически сразу проявили себя как талантливые актеры, то Дарью Якомасову долго не хотели принимать в театральный вуз. Дарья Якомасова родилась 20 мая 1984 года в обычной московской семье. Ее мама работала заведующей детским садом, а папа трудился на предприятии инженером. Отец Дарьи виртуозно играл на клавишных. В 70-х годах он выступал в составе ВИА-99, поэтому когда Даша подросла, одновременно с обычной школой ее отдали в музыкальную. Науке давались Даше легко. Она хорошо училась, пользовалась большой популярностью у мальчиков и на день всех влюбленных была королевой по валентинкам. Ситуация изменилась, когда Якомасову перевели в другую школу. Ученики не взлюбили новенькую, ведь она прилежно училась, играла на фортепиано и не бегала курить на переменах. На день святого Валентина Дарья больше не получала гору сердечек, поэтому однажды решила поздравить себя сама и опозорилась перед одноклассниками. Неудивительно, что после девятого класса Даша решила поступить на юриста, чтобы работать детективом. Родители настояли на подаче документов в музыкальное училище. Чтобы не зависеть от родителей в финансовом плане, Дарья устроилась рекрутером в модельное агентство. В ее обязанности входило искать на улицах высоких, худых девушек и приводить их на кастинг. Однажды агентство набирало моделей для съемок в клипе Валерия Меладзе. Режиссер Джаник Файзиев, занимавшийся отбором девушек. Увидев Дарью, предложил ей поучаствовать в съемках. Девушке предложили отвезти свои фотографии на студию «Мосфильм». А в 2002 году девушку пригласили в картину «Спартак» и «Калашников» на роль Чечолины, где ее партнерами по съемочной площадке стали такие опытные актеры, как Андрей Панин и Ирина Розанова. Она решила стать актрисой. Посоветовавшись с Паниным после окончания первого курса музыкального училища, Якомасова пошла поступать в театральный, но с треском провалила экзамены. В первый год я не поступила, и он сказал, ничего страшного, я 10 лет поступал. Меня не взяли и во второй, и в третий раз. Благодаря этому я окончила музыкальное училище, признается актриса. Лишь с пятой попытки поступила в театральный вуз. Стать студенткой актерского факультета Икомасовой удалось лишь с пятой попытки. Провалив экзамены во всестоличные театральные вузы, остался ГИТИС, где шел добор парней на курс Александра Пороховщикова. На прослушивание приглашали исключительно ребят, но пришли и девушки. Дарья минут 40 демонстрировала свои таланты строгой комиссии и в конце концов была принята сразу на второй курс. Пороховщиков, в отличие от большинства мастеров, разрешал студентам сниматься, поэтому во время учебы в ГИТИСе, фильмография Икомасовой пополнилась на два фильма. Впрочем, настоящая слава и успех пришли к актрисе лишь в 2011 году, после того, как она снялась в картине «Жила-была одна баба». Притом на роль варвары Дарью утвердили далеко не сразу. Сначала ее пригласили на встречу с режиссером Андреем Смирновым. Узнав, что Икомасовой всего 23 года, Смирнов заявил, что хотел бы видеть актрису постарше, но все же прислал ей сценарий. Во время съемок картины Дарья несколько месяцев безвылазно сидела в тамбовской глуши, вживаясь в роль. Училась доить корову, запрягать лошадь, собирать сено. Погружение в предметный мир было полным. Поскольку все трюки Дарья старалась выполнять самостоятельно, работа в фильме далась ей непросто. Головой очень сильно билась, и невозможно было там ничем прикрыться и ничего подложить. «И лошадь меня кусала, и глаз я царапала, и корова мне на ногу наступала», признавалась актриса. Но это того стоило. Ведь в результате картины Андрея Смирнова «Жила-была баба» с Якомасовой в главной роли получила массу положительных отзывов и три высшие награды, а Дарья стала звездой. На счету 40-летней Дарьи почти 80 работ в кино. Талантливую артистку можно увидеть в фильмах «Ангела революции», седьмая руна «Чемпионы», быстрее, выше, сильнее, а, л, ж, и, р. Кеша должен умереть и другие. Дарья Якомасова никогда не афишировала свою личную жизнь со своим возлюбленным, телепродюсером Денисом Фриманом, который старше ее на 15 лет. Дарья расписалась еще 31 декабря 2016 года, а сообщила об этом 10 июля 2017 года, в День семьи. Через год после свадьбы, осенью 2018 года, у супругов родилась дочь. Девочка появилась на свет в клинике Нью-Йорка Ленокс Хилл, где сутки пребывания – 2500 долларов США, малышку назвали Варвара. Подписываемся. Ставим лайки. Комментируем. Субтитры создавал DimaTorzok